Село Олешне, которое заходилось на территории России, уже украинское. Военкоры обвиняют Аптилу Аудиновой и Кадырцевой и говорят, что они вообще были в сговоре с вооруженными силами Украины. Вот такое вот и все. Пишут, что Курская АЭС сейчас находится в кольце, они строят линии обороны в спешке. Мы покажем это на видео. Лукашенко в Беларусь заявила о переброске танков в границе с Украиной, потому что они опасаются тоже вторжения. Более того, Путин сейчас объявил контртеррористическую операцию, потому что многие аналитики пишут, что он не доверяет Герасимову и передал бразды правления ФСБ. Поползли слухи, в том числе Владимир Осичкин говорил о том, что Герасимов скоро могут отправить в отставку и будет новое политическое военное командование. Все это, все инсайды обсудим с Сергеем Жирновым, бывший сотрудником КГБ и внешней разведки. Сергей, приветствую вас. Здравствуйте, Даша, и привет всем нашим зрителям. Сергей, ну давайте от общего к частному. Давайте в целом, как вы оцениваете обстановку, а потом пройдемся и по Кадыровцам, и по ФСБ, и по всем ключевым моментам. Ну, обстановка, в общем, интересная, потому что это уже совершенно понятно, что это не просто какой-то рейд, что тем более это не рейд русского добровольческого корпуса, что это украинские регулярные войска вошли на территорию Российской Федерации. Кстати, это, ну вот на Западе мы вчера обсуждали, на французском телевидении, это первый раз так вот крупно, когда неядерная держава захвала на территории ядерной державы и, так сказать, ведет на ее территории войну. Вот такую большую, развернутую довольно серьезной группировкой. То есть это беспрецедентная вещь, ну если не считать, допустим, войны с Грузией в 2008 году, ну там Грузия условно не заходила на территорию Российской Федерации, наоборот, Российская Федерация вторглась на территории Грузии и отторгла у нее 20% ее территории. Вот. Все развивается пока что тьфу-тьфу довольно положительно для украинской стороны. Украинская сторона показала в очередной раз после, кстати, контрнаступления Яркова осенью 22-го года, что она переигрывает россиян в войне нового типа. То есть россияне, когда они закопаны в окопы, когда они ведут войну типа Первой мировой или Второй мировой, то они могут на мясных штурмах, на забрасывании просто большим количеством боеприпасов куда-то потихонечку продавливаться и продвигаться. Но россияне не умеют воевать не позиционно, а мобильно. А украинцы умеют воевать мобильно, это доказано уже много раз было. Вот такое контрнаступление было в Харькове, под Харьковом в сентябре 2022 года и под Херсоном. И мы, в общем, ждали такого контрнаступления в прошлом году, но, к сожалению, не было достаточно вооружения иностранного, и поэтому украинской стороне не удалось это дело осуществить. И здесь вот возникло это вот такое. Ощущалось сначала, что это было просто такое спонтанное. Ну, вы сами понимаете, что такие вещи, конечно, спонтанно не делаются. Это операция, которая готовилась много месяцев, явно совершенно. И главное было то, как на это дело отреагирует Путин и как на это отреагирует Запад. И Путин нас не удивил, потому что он реагировал так, как он обычно реагирует, когда возникает какая-то ситуация, которую он не контролирует и которая возникает помимо него. Он впадает в стопор, исчезает или просто молчит, отмалчивается. Что и было, в общем, мы констатировали, потому что у него были какие-то там очень вялые заявления. А на заседании, на первом заседании Малого Совбеза, он вообще просто выслушал доклад Герасимова, не сказав ни одного слова. И, кстати, ни один из других участников тоже ничего не сказал. А Герасимов сказал, что всех уже оттеснили границы и, в общем, не сегодня-завтра уже там все закончится. Вот. И по этому поводу все, значит, достибались над Герасимовым. В том числе, вот, вы процитировали Владимира Осечкина, который сказал, что, не дай бог, не сегодня-завтра его там уволят. По этому поводу есть смысл отдельно поговорить. Вот. Но самое главное еще другое. То неожиданно, и прежде всего для меня я скажу, что я совершенно не ожидал такой реакции Запада. И это положительная реакция для Украины. Я не ожидал, что... Я думал, что Запад будет либо говорить, что нарушена очередная красная линия, что нельзя, возвращайтесь быстренько и так далее, иначе оружие не дадим. Может быть, промежутная ситуация, когда Запад будет отмалчиваться. А Запад не стал отмалчиваться и не стал ждать. То есть первые буквально там уже через несколько часов, уже первые сутки, к концу первых суток высказались вполне себе откровенно в Вашингтоне и в Европейском Союзе. То есть вот тогда, когда мы с вами на прошлой неделе записывали нашу передачу, уже к концу этого дня было понятно, что Запад, в общем, не только не собирается бояться по этому поводу, не только не собирается давить на Украину по этому поводу, чего я очень сильно боялся, я этого не скрываю абсолютно, я вам это говорил. Оказалось, что Запад поддержал, открыто поддержал Украину, и что для меня было очень приятной неожиданностью. Я так думаю, что Путин тоже к этому не был готов. Чтобы проанализировать, почему американцы так, и американцы, и европейцы, ну, прежде всего, американцы так отреагировали, я думаю, что, ну, во-первых, у них там идет избирательная кампания, и им, в общем, не очень хочется влезать вообще в какие-то детали, пока это их напрямую не касается. А это, в принципе, не очень их касается, вот, с одной стороны. И с другой стороны, в общем, все это дело, такую реакцию, спровоцировал сам Путин. Сам Путин спровоцировал ее тогда, когда начал наступление с севера из Белгорода на Харьков. И вот тогда, когда он начал, это, по-моему, там было где-то там в мае месяце и в июне месяце, вот тогда украинской стороне удалось убедить Запад, что когда такое выступление идет, и это вот не то, что видно на Восточном фронте в Украине, а когда с территории Российской Федерации подготавливаются войска, это все видят, все разведки видят, как формируются эти наступательные войска, как формируется логистика. И Украина бессильно сидит и смотрит, как готовится на нее нападать, но ей говорят, пока на тебя не напали, ты ничего не можешь делать. И вот когда напали, то, в общем, украинской стороне удалось добиться от Запада то, что разрешили бить по российской территории. Ну, там с оговорками, кто-то говорил там на 100 километров, кто-то говорил там на 200 километров, в результате Украина ударила на 1800 километров по стратегическому аэродрому где-то там на севере, ну, правда, своим беспилотникам. Но и, грубо говоря, в результате того, что, того консенсуса, который сложился по поводу использования, в том числе западного вооружения на территории Российской Федерации во время этого Харьковского наступления России, вот это все сыграло положительную сторону во время этого наступления в Курске. То есть, грубо говоря, Запад как бы расширил эту логику и сказал, что и бить вы можете по российской территории, и на приграничную территорию вы можете заходить, потому что там, в общем, если там есть какие-то концентрации сил, если там формируются вооруженные силы, которые будут на вас собираются нападать, то никаких проблем для нас нет. Вот. И это, в общем, была такая неожиданность, потому что, ну, честно вам скажу, я к этому абсолютно не был готов. Я боялся, очень сильно боялся, что Запад будет давить на Украину, чтобы она немедленно вышла из Курской области и говорить ей, что она пересекла какую-то красную линию. Этого, к счастью, не состоялось. Вот. Поэтому сейчас это наступление. Ну, это наступление было такое, оно было очень хитрое на самом деле, потому что, значит, его сначала это была просто обманка. То есть сначала просто сделали вид, что это вот РДК, как обычно, заходит, там рейд небольшой, значит, пройдет по таким приграничным территориям, наведет немножко шухеру и вернется обратно в Украину. И поэтому, мне кажется, что с российской стороны военной не было никакой реакции, вообще никакой реакции. Они сказали, ну ладно, там у них есть там силы терробороны, там есть пограницы, там есть какие-то небольшие воинские части, разберутся сами на месте. А когда уже поняли, что туда зашло чуть не 2-3 бригады, чуть не 10 тысяч человек, было уже поздно. Вот. И сейчас, и самое главное другое, потому что, на самом деле, все-таки, мне кажется, задумка украинская была такая, открыть некий второй фронт и оттянуть на него, постараться оттянуть на него боеспособные части с Восточного фронта. Потому что у России, строго говоря, люди есть где-то там, но боевых людей, которые могут воевать, очень мало, на самом деле. Они все сконцентрированы на Восточном фронте, особенно на тех двух направлениях в Донецкой области, где они вот тупо долбятся уже 6 месяцев и даже 8 месяцев, пытаясь прорвать фронт. И сейчас пока что ситуация такая, что Российская Федерация пока с этих направлений части не снимает. Хотя уже есть вроде бы свидетельские показания с украинской стороны, что на этих участках фронта ослабло давление, ослабло напряжение. То есть меньше используют КАБов, меньше используют артиллерии. То есть там какое-то замешательство все-таки есть. То есть, возможно, Генштаб думает убрать, можно ли снять какие-то части, нельзя снять. Но понятно, что если оттуда снимут хотя бы частично какие-то войска, то там наступление полностью остановится, потому что там только присутствием большого количества войск и мишными штурмами России и удавалось продвинуться куда-то. Дальше у этого дела есть очень большая составляющая морально-психологическая, потому что Украина устала защищаться. Устала защищаться. Украинское общество устало чувствовать себя просто безвинной жертвой, которая, так сказать, худо-бедно, с западным оружием, которое то поставляется, то не поставляется, пытается себя защитить. Курская операция показала, что Украина может нападать. То есть Украина может занимать активную позицию. И это сразу было воспринято в морально-психологическом контексте очень положительно в стране, в Украине. То есть всех воспринял дух. Все сказали, что вот мы тоже можем показать. Вот смотрите, в Российской Федерации на самом деле, то есть если уйти просто с этого тупого фронта Второй мировой войны или Первой мировой войны, то Россия с ее 17,5 миллионов квадратных километров на самом деле абсолютно незащищенная страна. И вот уйди немножко влево там и все, или вправо. И все, и можно в это там до Владивостока идти дальше, грубо говоря, потому что там просто ничего нет. Потому что они все, что у них может бороться, ездить и стрелять, они все сконцентрировали на востоке Украины. И в этом смысле это очень удачная операция. Ну и плюс к тому же, это операция морально-психологическая с обратным знаком в России, потому что война пришла напрямую на российскую территорию, хотя уже в Белгороде уже было такое дело. Но в Белгороде были все-таки обстрелы от фронта больше и небольшие рейды. Вот такого захода регулярных сил в Белгородской области не было. А Курская область, естественно, это первый раз почувствована себе. И поэтому там паника, люди там побежали, военных там нету. Ну а дальше вишенки на торте. Все получилось так, что давайте мы теперь посмотрим, что такое контртеррористическая операция, кто виноват, Герасимов, не Герасимов, и кто дальше будет за это отвечать, и как будет развиваться событие. Значит, смотрите, это граница Украины и Российской Федерации, граница, общепризнанная 1991 года, на ней стоят погранцы. Погранцы входят в систему ФСБ, то есть причиняются товарищу Бортникову, а Бортников это лучший друг Патрушева и большой друг Путина. То есть получается, что на самом деле в прорыве в первую очередь виноват Бортников, то есть виноваты ФСБ. Его погранцы не смогли остановить этот прорыв раз. И больше того, мы видели сразу кадры, что довольно много этих погранцов сразу просто сдалось в плен, потому что надо понимать, что там срочники, там 18-20-летние пацаны сидят, которых в общем, ну, в учебке их научили стрелять, вот, и дальше посадили на эту границу, но они не боевые части. И Курская область не входит, грубо говоря, в те регионы, которые формально считаются регионами так называемой специальной военной операции. Поэтому, кстати, вот Герасимов, когда докладывал Путину, у меня такое впечатление, что здесь мы видели, вот в этой комнате, когда все это дело происходило на первые сутки, мы видели отголоски той кремлевской войны, которая ведется с конца апреля, начиная с посадки Тимура Иванова и дальше с перетурбации в Министерстве обороны. Грубо говоря, генералов, которые подчинялись Шойгу и Герасимову, сажает кто? Сажает Бортников, сажает ФСБ. И, естественно, у армии всегда отторжение есть по отношению к ФСБ, потому что ФСБ надувает щеки, говорит, что они такие все крутые, а армия все идиоты, воевать не умеют, и вообще дураки, и воры, и казнокрады, и коррупционеры. На самом деле, это, конечно, все правильно, они и воры, и казнокрады, и воевать не всегда, не всегда умеют. Но здесь, почему Герасимов так доложил Путину, с моей точки зрения? Он не является командиром в Курской области. Он командует, Герасимов, как начальник генерального штаба, поставлен в январе 23-го года Путином, командовать специальной военной операцией. То есть он находится там, где находится основной фронт. И, строго говоря, это не его зона ответственности. Это зона ответственности ФСБ с погранцами, это зона ответственности дальше Росгвардии, которые там вот с этими ахматовцами, которые стоят за ними. Это зона ответственности дальше полиции, там, я не знаю, МЧС и региональных властей, губернатора Курской области. И, конечно, там есть какие-то воинские части, которые могут там предаваться, но это не зона ответственности Герасима и вооруженных сил, потому что там нет боев, и там не сформирован никакой ни фронт, ничего. И поэтому Герасимов сделал, на самом деле, очень хитрую штуку. Он соврал Путину прям просто в глаза. Он сказал, что да, вот там у нас натерлись какие-то бои, но, в принципе, мы их всех оттеснили, и все, и разговор, в общем, уже все закончено и так далее. То есть, таким образом, Герасимов очень элегантно сказал Путину, а армия тут ни при чем, и вообще это не наше армейское дело. Наше армейское дело – воевать на фронте. А тут это, значит, вот ФСБшники, вон у тебя там Бортников сидит, но он не сказал так, он не показал на него пальцем, он не сказал, вон, вот видите, у вас там сидит Бортников, это вот он пропустил все эти войска через границу, потому что погранцы входят в систему ФСБ. С него и спрашиваете. Но он практически это сделал. То есть, он подставил ФСБ, он подставил, это было сведение счетов армейских генералов с ФСБ. И дальше Путину ничего не оставалось сделать, как объявлять контртеррористическую операцию. А что такое контртеррористическая операция? Это признается, что какие-то там группы террористов чего-то там делают на территории, и поэтому начинается какая-то операция, но контртеррористическая операция всегда заведует ФСБ. Отсюда и контртерроризм, и контрразведка. И таким образом Герасимов спихнул на себя ответственность за все это дело на ФСБ. И Путин объявил, значит, КТО и в самой Курской области, но и на всякий случай еще и в Белгороде, и на всякий случай еще и в Брянске, в соседних, в соседних, значит, субъектах федерации, потому что, возможно, там на вырост, да, что-нибудь такое. И таким образом, кстати, армию сейчас туда даже не очень сильно перебрасывают. То есть там есть какие-то воинские части, наверное, их мобилизовали. Кстати, вот те воинские части, которые мобилизовали, мобилизовали срочников. То есть тех людей, которые просто там служили в этой Курской области, им сказали, что вот сейчас у нас там родина в опасности, все, ребята, берите автоматы и вперед воевать. Тут поднялся вой и говорил, что ах, там вот это срочников нельзя было отправлять на войну, потому что типа принимали какой-то там закон о том, что срочников не использовать. На это, кстати, все руководство российское ответило, подождите, подождите, срочников нельзя использовать в войне за пределами Российской Федерации. И здесь возникает замечательный совершенно казус. И дальше они продолжили, что это Курская область, это наша территория Российской Федерации, поэтому все те срочники, которые находятся на этой территории, они мобилизуются автоматически и становятся, значит, участниками контртеррористической операции. И поэтому все эти самые мамаши, которые говорили, заберите моих срочников и отправьте их в Москву обратно, им сказали, никого не отправят, будут они воевать на территории Курской области. А дальше казус вот в чем возник. То есть получается, что формально вроде бы Российская Федерация включила в свой состав вот эти четыре частично захваченные украинские регионы, но рассматривает их по-прежнему как за границу. То есть она рассматривает по-прежнему, что вот туда срочников послать нельзя. А на остальной территории Российской Федерации можно. То есть, грубо говоря, она не считает на самом деле захваченной территории Украины российской территорией. И это интересная штука в правовом плане, которая два на ум пошло украинскому руководству для того, чтобы там вести какие-то закулисные переговоры и в том числе влиять, кстати, на международное общественное мнение, потому что это показывает, что на самом деле Российская Федерация вполне себе отдает отчет, что она находится на чужой территории, которую она захватила. Вот. Теперь, значит, это самая контртеррористическая операция. Вчера один из заместителей нового министра Белоусова приехал к заместителю губернатора Курской области для того, чтобы посмотреть, что там, значит, армия может, как может помочь местным властям оборонять республику. Но армия не собирается открывать там никакой фронт, потому что там идет КТО. И поэтому в отчете об этой встрече было сказано, что этот самый заместитель, там без разницы, я не называю его фамилию, потому что я ее просто забыл, потому что какая разница, и они там все поменялись, вот, и смысла никакого запоминать ее и оглашать нет смысла. Главное – должность замминистра обороны. Он, грубо говоря, этому исполняющему обязанности Курской области губернатора сказал, ребята, своими силами – давайте формируйте, значит, оборону какую-то, ополчение здесь, на территории Курской области, и с помощью этого ополчения, значит, боритесь. Ну, то есть, грубо говоря, призывайте офицеров запаса, призывайте военнослужащих запаса, которые у вас там на территории проживают, их, из них формируйте какие-то там формирования воинские, и вот с ними боритесь с той украинской группировкой, которая зашла на территорию вашей Курской области. То есть, на самом деле, идет действительно минимизация целенаправленная из Москвы всей этой истории. Путин не хочет ее показывать как успех воинской Украины, и это, на самом деле, хорошо, потому что таким образом они не бобилизуют сразу много сил, а пытаются собрать по крохам, что там есть в самом Курске, рядом, в Барле, где-нибудь там, в Брянске нельзя, потому что Брянск такой ситуации, а вдруг там что-нибудь будет, значит, оттуда брать ничего нельзя, значит, надо брать из областей, которые чуть глубже находятся на территории Российской Федерации. Вот, а это означает, что вся эта публика, которая воевать не умеет, которая воевать не хочет, потому что они все срочники, они не те люди, которые подписывали контракты и шли вот за там 2 миллиона рублей куда-то там отдавать своей жизни. Вот, и, значит, украинским войскам в этом смысле, я надеюсь, будет немножко проще закрепиться на этой территории, даже, может быть, расширять ее границы. И, с другой стороны, Украина, кстати, показала в ответ на всякие там заявления к Шойгу, что они за 8 месяцев, они захватили там 600 квадратных километров российской территории, потеряв на этом 180 тысяч людей, а Украина за двое суток захватила практически такой и такой же объем российской территории. Вот, и грозит теперь, что там может даже захватить Курску АЭС. И если, конечно, Курску АЭС, то это будет уже очень серьезный стратегический объект. Ну и плюс мы с вами уже говорили, что там есть эта газоизмерительная станция в Судже на газопроводе, который идет в Европу, что тоже является вот стратегическим объектом. Кстати, газопровод работает пока что в штатном режиме. Туда перегоняется в среднем порядка 40 миллионов кубов газа в сутки. Вот. И в этом смысле пока что никто ничего не угрожает, там не взорвать, не закрыть вентиль, ничего. Вот. И Российская Федерация не собирается пока что бомбить эту штуку, потому что они же понимают, что если они разбомбят эту станцию, то газ перестанет идти в те Путин-Ферштейровские страны. Австрия, там, я не знаю, там, Словения, Словакия, Венгрия. И поэтому они пока что... Вот это, кстати, тоже засигло врасплох, потому что получилось так, что у Украины есть козыри, которых побить нельзя. Вот козырь, он потому и козырь, что его простой картой побить нельзя. Нужен другой какой-то козырь. А другой козырь это чего? Атомное оружие, что ли, какое-нибудь? Это фиг-2. Уважаемая аудитория, традиционно просим вас поставьте лайк этому видео, напишите в комментариях, откуда вы нас смотрите, подпишитесь на YouTube-канал Сергея Жирнова, подпишитесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал «Дав счастливое». Напишите, кроме географии просмотров, ваше мнение о ситуации в Курской области. Я тоже вот сейчас мониторю новости. Во-первых, есть возможность прорыва в Белгородской области. Сейчас там тревожно, и уже происходит эвакуация из Белгородской области. Я, Сергей, приготовила для нас небольшой ролик, буквально на полтора минуты. Посмотрите, это то, как куряне реагируют и белгородчане реагируют на события, которые происходят. Дорогие друзья, у нас тревожное утро. Итак, у нас агонтировка в село Перетуржей. Активность врага на границе Краснояружского района. Мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места. Это страшно так, что это не рассказать, как это страшно. Это так страшно, что не можно. Приехали на вокзал, поезда нет, поезд ушел. Всех нас бросили. Наша голова сволочь, скотида самая настоящая. Куда наделись, мы не знаем. Ну что, зашли на Бредли. А вот полнейший. Все разгромило. Вот я села с Нагости, мы ели выехали. Сказали, там поляки. Поляки, наемники, поляки. Украинское село Лешне, которое находилось на территории России. Украинское. Товарищ верховный главнокомандующий, продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. Ну информация, Министерство обороны построено так, что ей не верят. Ну это правда, ну не верят ей, понимаете? Некоторые руководители Министерства обороны, я так понял, они настолько обманывали, 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 и получилось так, что обманули сами себя. И выходом на государственную границу. Доклад закончен. Уже не надо все время говорить, что все у нас хорошо. Нет у нас много чего нехорошо. Понимаете? Сергей, я вот хотела, чтобы мы с вами обратили внимание, во-первых, что пропагандисты российские начинают уже нападать на Министерство обороны. Что оно врет. Аптилаудинов сейчас нападает на Министерство обороны. Я не говорю про население, которое считает, что это натовские войска, зашли, слушайте, поляки, то есть они считают на полном серьезе, что это поляки. Вот давайте обсудим ситуацию, почему, как вы считаете, сейчас Аптилаудинов начал откровенно, прямо обвинять Министерство обороны. И российские пропагандисты начинают обвинять конкретно Министерство обороны. Потому что это понятно, что когда идет какая-то война, то считается, что, в общем-то, за нее отвечает Министерство обороны. Вот здесь просто люди не понимают, что административно и с военной точки зрения Министерство обороны – это не его зона ответственности. И то есть я вам рассказал, что это зона ответственности ФСБ, это зона ответственности Росгвардии. Но люди нападают на Министерство обороны, потому что все почувствовали, что Министерство обороны ослабело, что там идет бардак полный, что пересажали весь центральный аппарат. И вот еще я вам напомню, что уже там три месяца я вам говорил назад, в мае месяце, что Министерство обороны Российской Федерации остановилось, и оно будет деморализовано и парализовано как минимум теперь шесть месяцев, пока они там разберутся, кого они переназначат своими начальниками и так далее и тому подобное. И что это очень хорошая новость была для Украины. Возможно, кстати, именно этой новостью воспользовалась Украина, потому что она поняла, что если в Министерстве обороны Российской Федерации сейчас разброд и шатание, если там сажают генералов пачками, то, судя по всему, некому будет принимать правильные решения, никто не сможет принять быстрые решения. А быстрые решения, кстати, здесь принять Министерство обороны не могло, потому что, вот опять же, это надо понимать. Что, смотрите, Министерство обороны закреплено там, куда их направил верховный главнокомандующий товарищ Путин. И оно само по себе, вот не может стать Герасимов, например, сказать, о, у нас тут по данным нашей разведки какая-то группа организовалась там в Брянске, и поэтому давай мы туда переправляем, я не знаю, там полк какой-то. Вот не может он этого сделать. Ему надо доложить Путину, и Путин должен сказать, хорошо, открываем новый фронт в Брянске, открываем новый фронт в Курске, открываем новый фронт в Белгороде, и туда перебрасываем войска Министерства обороны. То есть, на самом деле, Герасимов абсолютно не компетентен открывать какие-то новые фронты. Он является исполнителем воли товарища Путина, а товарищ Путин ничего, находится в ступоре и не способен ничего радикально и быстро решить. И поэтому все наезжают на товарища Герасимова, но Путин, конечно, может сделать его там каким-то козлом отпущения, но формально с точки зрения управления войсками Герасимов здесь ни за что не отвечает, и поэтому не понесет никакого наказания. За это все отвечает вот реально, за то, что украинские войска прорвались через государственную границу Российской Федерации, за это отвечает Бортников. Но мы же видели, что, смотрите, помните, когда была история с Крымским мостом, за два дня до нее, то есть Крымский мост это 8 октября 1922 года, за три дня до нее, 5 октября 1922 года, Патрушев, секретарь Совета Безопасности, приезжает в Крым, проводит совещание об обеспечении безопасности Крыма и всего юга России. Через три дня Крымский мост. Патрушева сняли? Нет. Сняли кого-нибудь, кто проспал этот самый мост? За него отвечала Росгвардия, за него отвечали железнодорожные войска, за него отвечало ФСБ. Сняли кого-нибудь? Кого не сняли. В Кропу. Американцы предупредили, у вас будет теракт. Отвечает за это ФСБ. Убили кучу народа, никто ничего не сделал. Приехали через час после того, как теракт уже закончился, за отвечать за это ФСБ. Бортников. И Патрушев на тот момент сняли кого-нибудь? Ну вот Патрушева сняли, и через секретарь Совета Безопасности сделали советником по судостроению. Вот и все. И то, не сразу. Не так, чтобы произошло что-то, и сразу раз сняли, чтобы было понятно, что за это его сняли. Нет, его просто убрали. Это мы с вами разбирали, это была скорее борьба внутри кремлевских кланов, чем какое-то наказание такое за конкретное деяние. Поэтому мне кажется, что и здесь, возможно, не будет никакого наказания. Хотя, кстати, точно так же, как про Герасимова говорят, Герасимова хоронят и снимают с должности уже два с половиной года. А Бортникова тоже, в общем, говорили, что ему что-то там грозит. И вот если будут кого-то снимать, то логичнее было бы снять сначала Бортникова и поставить Королева вместо него. И интрига такая есть, на самом деле. Потому что на фоне всего этого дела, я вам должен сказать, что ослаблен, ослаб еще больше клан Патрушева. И еще больше усилился клан Чемизова. Потому что, вот помните, когда в первый день Путин, значит, на утро, там, какого, 6 августа, у него было совещание по состоянию промышленности, по-моему, там, что-то в этом роде. Вот, совещание в правительстве. И на этом совещании он сказал, что сейчас всю деятельность Российской Федерации исполнительную координирует не товарищ Мишустин, а товарищ, как его там, Денис Мантуров. Первый, наверное. Я тоже, кстати, об этом хотела с вами поговорить. Что он, человека Чемизова, а мы с вами постоянно об этом говорим, сделал самым влиятельным в этом вопросе. И тут ключевой момент. Почему? Потому что вот это идет, на фоне всего этого дела продолжается борьба кремлевских башен. И продолжается борьба двух кланов, клана, значит, Чемизова и клана Патрушева. Причем клан Шойгу внезапно вдруг оказался привязанным к Чемизову. То есть, поскольку их убрали и поскольку их там разгоняют теперь, то Чемизов воспользовался тем, что они чувствуют себя обиженными. И таким образом он их использует, я думаю, в темную против клана Патрушева. И в этом смысле мы за этим будем наблюдать. Это очень хорошая, опять же, новость. То есть, вся эта заваруха кремлевская в банке пауков продолжается, даже нарастает. И плюс, я думаю, что нарастает даже недовольство армейских генералов, которые говорят, вот нас пускают постоянно на эти мешные штурмы, ничего не меняется. А теперь из нас хотят сделать козлов отпущение за то, что ФСБ, ну, грубо говоря, обкакалось в Курской области. И здесь, естественно, будет обострение взаимоотношений, уже и так испорченных между армией и ФСБ. А мы запаслись поп-корном и смотрим на это все дело и с большим удовольствием наблюдаем. В завершении, Сергей, задам вам последний вопрос. Значит, последние несколько дней, когда происходит уже, не знаю, 5-6 дней, как происходит эта операция, появились две новости. Опять же, верификацию этих новостей сложно проанализировать, но я вам их озвучу. Источник New York Times пишет, что, значит, было два события. Во-первых, пишет New York Times, что на самом деле разведка доложила Герасимову информацию о вторжении на стол, но он ее проигнорировал. То есть вопрос, считаете ли вы что-то так и почему он проигнорировал. И второй момент, что министр обороны Белоусов на протяжении последних несколько дней пытается в срочном порядке дозвониться до министра обороны Ллойда Остина для того, чтобы каким-то образом завершить это все. Но Ллойд Остин не берет трубки. Если это так, о чем это свидетельствует? Ну, если это не так, опять же, мне интересно ваше мнение. Мне кажется, что это не так, что это ИПСО, которые запустили ФСБшники, потому что, как я вам объяснил, во всем виноваты ФСБ погранцы, и они с себя хотят снять ответственность. И поэтому они хотят переложить эту ответственность на Герасимова. И они хотят переложить эту ответственность на военных, сказать, что это военные все проспали, а на самом деле проспало и ФСБ. То есть здесь проследуется абсолютно четко ИПСО. И, кстати, даже я вам должен сказать, что обычно я довольно с большим доверием отношусь к информации, которая публикуется в телеграм-канале ВЧК ОГПУ. Потому что это телеграм-канал, который связан как раз с ФСБ, связан с правоохранительными органами. И у них инсайдов очень много оттуда исходящих. И вот эта инфа про Герасимова, который проспал, она пошла от них. Она оттуда пошла. И потом ее американцы перепубликовали там, то ли в Нью-Йорк Тайм, то ли еще где-то. Но, как я вам показал, Герасимов здесь ни при чем абсолютно, потому что это не его зона ответственности. И то есть даже если ему это рассказали, то есть, во-первых, кто ему мог это рассказать? То есть чего там? Военная разведка, которая смотрит, значит, погранцы стоят ФСБ. Значит, я вам должен сказать, что вот когда есть граница, и там расформированы части пограничные ФСБ, в этих частях есть своя ФСБшная разведка, которая занимается тем, что она через агентуру выведывает, что происходит на той стороне границы у противника. И вот она по своей линии, то есть она докладывает, во-первых, в штаб главкому пограничных войск, и затем она частично может докладывать через районное управление ФСБ в Курск, а дальше в Москву. Все в Москву сводится у Бортникова. Бортников информирует Шойгу и вместе информирует Путина. Герасимов здесь ни боком, ни рылом, нигде вообще его нету, потому что это у них собственная система отчетности, собственная система циркуляции информации внутри вертикальной системы. И армия здесь абсолютно никак не участвует. Больше того, даже если они что-то получат, они никогда армии это не сообщат никакому Герасимову, они ничего не скажут. И тем более, что Герасимов отвечает за специальную военную операцию на востоке Украины, то есть он от этой территории за 300 километров. И докладывать ему, что что-то там прорываться будет на территории, значит, приграничной, сограничной с Курской областью, это не по раскладке бюрократической Российской Федерации. Поэтому это ИПСО, которое запустили ФСБшники, чтобы повесить всех собак на армейских, на Министерство обороны, снять этих собак с того реального момента, что они пропукали все это дело. Точно так же, как вот эта история с кадыровцами, они же там за пограничниками стояли кадыровцы. Но они, кстати, стояли не для того, чтобы защищаться от Украины, они стояли как за град войска, что если пограничники начнут отступать, то тогда надо стрелять в них, потому что они, типа как НКВДшники, должны защищать, значит, должны не давать этим войскам отходить. И поэтому кадыровцы, когда поняли, что там какой-то идет шухер, они просто сделали вид, что это их не касается. И потом объяснили, что вот какие нехорошие украинцы, они на нас не пошли просто в лоб, мы тогда бы им показали, какие мы крутые. А они нас обошли слева и справа, ну, а мы сидим и защищаем свои рубежи. То есть это была очень смешная штука. Вот, и Алаудинов тоже это все рассказывает. Вот, кстати, нужно сказать, что у кадырова все подразделения носят имя Ахмата Кадырова. И поэтому разобраться в том, какой Ахмат имеется в виду, это чрезвычайно сложно, потому что у него везде Ахмат. Он своим отцом носится, и он, куда не пойдешь, там все что-то имени Ахмата Кадырова. И поэтому эти Ахмат, Ахмат Сила, Ахмат какой-то такой, Ахмат другой, Ахмат сякой, вот это вносит тоже раздра и шатание, непонятно чего. Но украинская сторона, кстати, опубликовала вроде бы видосы, где реально есть какие-то чеченцы, взятые в плен. Вот, ну вот это вот вещи, которые там два года назад, полтора года назад над ними тикток войска, которые, значит, умеют только снимать тиктоки и вот отступать вот таким красивым образом. Кстати, здесь на территории Курска, похоже, они тоже такие вещи делали. То есть, когда идут бои, там были потери с украинской стороны, и вот в частности там были потери в технике, гораздо меньше, чем у россиян, потому что мы видели эту целую колонну, 14, значит, грузовиков, в каждом по 35 человек. В общем, там погибло, если, то есть максимально могло погибнуть чуть не 500 человек. Вот, ну там далеко за 400. Вот, а, значит, Ахматовцы ехали мимо, видят, значит, подбитые украинские автомобили, где, значит, тело украинского бойца, но явно давно уже убитого. И они тут же сделали видос, что это типа они вот только что вот прям вот буквально там это все дело остановили, потому что они себе приписывали, кстати, про них рассказывали такие вещи и на фронте, и на восточном, когда они просто используют чужую работу для того, чтобы сделать вид, что это они вот такие герои, и что они вот могут бороться. На самом деле мы их ни разу не видели ни в каком бою. Надо вам напомнить, что кадыровские силы входят даже не в армию, то есть не в Министерство обороны, а в состав Росгвардии. Росгвардия – это отдельное подразделение, это подразделение, которое занимается обеспечением порядка, то есть это правоохранительное подразделение, это как полиция, ну для борьбы там с бабушками и со студентами, прежде всего, когда там митинги какие-то для разгона митингов там и так далее. Так что, в общем, история такая здесь, кадыровцы показали себя явно совершенно с очень плохой стороны, но все люди, которые это озвучивали, все их заставляют потом публично извиняться, говорить, что мы не совсем сказали то, что надо было там и так далее. Это такая обычная кадыровская практика. Уважаемая аудитория, традиционно просим вас, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, напишите в комментариях, из какого города, из какой страны вы нас смотрите, через VPN или нет. Несколько теплых слов в поддержку Украины, вооруженных сил Украины. Оцените, как вы считаете, ваши оценки нам важны, по поводу действий вооруженных сил Украины от Курской области. Подпишитесь на YouTube-канал Сергея Жирнова, подпишитесь на мой YouTube-канал. Мы с Сергеем дважды в неделю всегда обсуждаем ключевые события. Спасибо вам, что вы с нами. Сергей Жирнов, бывший сотрудник КГБ и внешней разведки. Сергей, благодарю вас. И традиционно до встречи в этот четверг. Спасибо. Спасибо. Спасибо.